Песком, кирпичами и крошкой асфальта запасаются карагандинцы, чтобы самостоятельно ремонтировать дороги. Жители окраины, устав от обещания чиновников, взяли проблему в свои руки. Правда, с бюджетом у горожан не очень, поэтому в ход идет даже старый стройматериал. Но это все равно лучше, чем было, говорят люди. Репортаж Марины Неватовой. Своими средствами вот как-то подсыпаем. Как сами видите, люди сами вот как-то выкарабкиваются. Как только земля немного подсыхает после дождей, жители улицы Парковой берутся за лопаты, спешат залатать дорогу. Станислав Чумак за 25 тысяч деньги купил немного крошки старого асфальта. Теперь засыпает дыры. Дети весною в школу ходят, вот грязь начинается. Они вот, много здесь детей. В школу ходят вот по такой грязи. Но это вот кусок асфальта, который остался еще в советских времен. Сосед Антон Семенов показывает кирпичи в глубокой яме. Всю зиму они спасали машины от провалов. Но их уже вымыло весеннее распутиться. Засыпают, закладывают, кто чем может, землей, шлаком, кирпичами. Скорые проехать не могут. Пожарные около 300 домов, если не больше. Улица тянется по всему живы. От жителей всей улицы Парковой делаем заявление в Акимат, что просьба, чтобы нам сделали асфальт. Еще одна проблема жителей района – старый водопровод. Он давно требует замены, говорят карагандинцы. Пенсионерам и семьям с детьми особенно тяжело приходится во время аварий. Старый водопровод рвет. Там поменяли, там поменяли. Но Парковую улицу никто не затрагивает. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства подтвердили. Сначала наладят водопровод, потом дорогу. Документы на него уже на стадии подготовки. В первом этапе у нас стоит разработка ПСД на реконструкцию самого водопровода. После замены водопровода, в следующий год реализация и в следующий год уже работы по инструкции данной дороги. Решить проблему с дорогой, пусть и временно, на ближайшие два года все же можно. В Акимате обещают отсыпать ее крошкой старого асфальта. Марина Иневатова, Жанайдар Архимжанов, Astana Times и из Караганды.